Друзья, еще раз всем доброе утро, 8 часов и практически уже 6 минут в городе Иркутске. Программа «Утренний коктейль» продолжается и у нас в гостях Николай Тавельский, Евгений Черницкий, Владислав Никитин, основатели, все они основатели студии. И фотографы. Наши друзья и френды. Да, можно и так сказать. Коля Тавельский, я перед тем, как зайдя в студию, скажу, о, Коля меня сфотографировал лучше всех, это моя единственная красивая фотография. Он попросил это сказать в эфире, и я это, Коля, не могу сказать в эфире, потому что не упало 70 рублей на телефон. Ребят, я вас всех поздравляю, впереди Новый год, слава. Это радость. Это приветствие, тост уже, у вас у всех чай и вопрос от моего обоятельного коллеги, пожалуйста. Одним из самых популярных подарков, согласно статистике, является фотосессия. Вот сейчас больше стали дарить вот такие нематериальные подарки. Как вы думаете, почему? Почему фотосессия? У всех все есть, наверное. У всех все есть, а фоток нет. Да, наверное, это показатель хорошей жизни, а фотографии все время свежие, актуальные, нужные, поэтому на фотосессию стоит ходить, как бы, может, даже и раз в полгода, да, там, почаще. А уж тем более повод Новый год собрать со семьей, друзей, там, или такой, прийти большой бандой дружной на память сфотографироваться. А вот что сейчас самое такое, прямо скажем... Вот сделай вот так, пожалуйста, вот так вот, три фотобогатыря у нас. А, да, 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 да. Эффектно, лучше. Да, что сейчас такой вот, прямо в тренде? Наши бренды, расскажите о трендах. Вот, спасибо. Вот так вот. Какие жанры, не знаю, сейчас... Новый год же новогодних съемок сейчас самое-самое актуальное? Самое актуальное, в принципе, новогодние съемки. То есть сейчас приходить огромными семьями, вот это самое актуальное. То есть у нас приходит по 10-15 человек, а то и больше даже. Ну вот просто собирает всех-всех-всех всю родню. Ну вот, и делать именно такие семейные, настоящие, добрые, большие фотографии. Ну, смотрите, вот каждый год же, да, это принято перед Новым годом, фотографироваться со времен еще Рюрика. Вот, но каждый год... Там была долгая фотография. Каждый год, каждый... Там нужно было долго сидеть и не двигаться. Есть человек, который реагирует на мои странные фразы. Спасибо тебе за это. Значит, ну вот каждый год какая-то фишечка появляется. Вот была такая шведская, я не помню, Хьюги, вот такие свитера надевать. Какие-то цветные носки садятся у камина. Вот в этом году будет какая-то такая? Ну, в этом году самое такое... Ну, то, что просили, да, это чтобы в декоре было как раз-таки серебро, золото. Вот, и большие елки, большие декорации, то есть такие с размахом. То есть не просто мы шарики навешиваем, да, что-то такое гигантское, луторовское. Вот у нас получается елка пятиметровая, стоит у нас вот прям в потолок. Со сквера. Так что сейчас вот именно декор, декор яркий, дорогой, классный, то есть это сейчас очень популярно. А в одежде уж все равно вы даете какие-то советы? Да, все с ветерал, с соленьями это прям на урай, это вам всегда. Ну, то есть это такой уют добавляет, то есть кто-то приходит там официально там в пиджачках, еще что-то, а кто-то специально сразу там... Пошивают всей семьей они, да? Да, бывает такое, все семьи в пижамах, тоже очень классно. Да, пришли в пижамах, взяли подушки там. Друзья, ну вот в этом году уже ведь это 100%, уже началось вот это фотографирование год собаки, да? И максимально будет уже очень много фотографий с собаками же мы видим в простейшем. Вот как, может быть, я не знаю, какая вообще порода самая популярная? Вот какая собака? Ну, две. Две? Две? Скажи. Собака, давай, две, собака, давай, две. Это не важно, какая порода собак, должно быть две. Ну, серьезно, вот самая популярная, самая фотогеничная порода. Ну, хаски до маламуты, то есть это прямо две фотогеничные породы собак, которые еще и помимо красивых фотографий, еще ми-ми-ми вызывают у каждого человека. Тут действительно не популярно еще... Не надо детей влезать. Просто собаки такие... Пришел фотографироваться, а детей влезали. Ну, зато обеззараживание на морозе это полезно. Просто, видимо, маламуты не все могут дома держать, поэтому с ними любят фотографироваться. Мне кажется, что самоеды вот, белые, пушистые такие, они прямо очень идут на морозе. Да, как мишки, мишки. Ну, они еще добрые, они как бы... Вот самоеды, кстати, у нас очень часто приносят щенков. То есть больших, они реально, ну, они прям здоровые. А вот маленьких это кладут, и тут же ребеночка очень классно. А вы знаете, как это, как маленькие дети, там, до года, или там годик, например, только научился ходить, там, год-полтора, он носится, там, его невозможно согласировать. Собачку посадишь, он чикреном с ней сразу такой довольный сидит, ее гладит. Это еще повод человека задержать на одном месте. Слушайте, кстати, действительно, а вот если нет собаки, да, в фотосессии, как ребенка? Потому что, ну, это же, это же очень сложно, и мы же не объясним, что... Вот как... Есть специальные звуки, да? Тут у каждого видео свой сек. Есть специальные звуки? Ну, для привлечения внимания. Ну, выстрел, да, просто. Грубо говоря. Нет, на самом деле, только звуками, то есть только звуками и игрушками. То есть мы всегда просим, чтобы принесли какую-то игрушку, которую ребеночек любит. Ну, то есть, которая действительно ему там, не знаю, как-то цена, да? Ну, вот, и, соответственно, на это все он очень хорошо реагирует. Ну, важно только очень резко показать, чтобы он до этого его не видел. Не молчать еще, да, потому что все время ты их фотографируешь, и вроде все время с ними, так, в диалоге, вконтакте, да? Потому что стоит уйти там, фотоаппарат, там, задумывая себе настройках, люди, конечно, теряют внимание, да? То есть тут постоянно ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, Женя, очень хорошо, что ты, во-первых, пришел с футболкой буквой «С», во-вторых, что ты начал эту тему сам, потому что несколько советов от френдов, а мы можем уже сказать о вас, да, тем людям, кто идет на новогодние фотосессии. Вот, не знаю, сходить в солярий, да, чтобы на фоне серебра хорошо выгляделить. Надеть, купить свитер с оленями, не знаю, что-то вот такие конкретные. Папе, наконец-то, протрезвить. Выспаться, чтобы красными глазами, шарами, не отвлекать шары от шаров новогодних. Ну, самое главное, наверное, совет, это быть в настроении, никогда не опаздывать на свою съемку, потому что это самое такое важное. Если вдруг все опаздывают, такие нервы начинаются, поэтому приезжайте раньше на съемку, собирайтесь раньше, а, конечно, подберите папе правильную одежду, потому что бывает так, что у меня была съемка, девочка подобрала себе такую кофту, такие штанишки, и говорит, блин, слушай, я твою рубашку и штанин дома забыл. Или в туфли. Да, ну давай, в чем есть, тогда и это... Она говорит, ну я вроде подобрала, но все это дома. В чистом виде. Нормально. Ну и давайте еще, не забывайте вещи. Ну и давайте еще, не забывайте, завершающий вопрос. Советы хорошо, но интерьерная студия Френды, что же может предложить, вот ту, которую вы, собственно, и основали? Ну у нас получается четыре зала, вот, и в четырех залах разный декор, совершенно вообще разноплановый. Соответственно, можно выбрать под... Ну, то есть, какие у вас предпочтения есть, в принципе, такую тематику и выбрать. То есть, где-то золотая елка, да, где-то, допустим, вот эта вот пятиметровая. Ну вот, поэтому даже посмотреть свой гардероб, что вам больше понравится, что вы больше носите, и, соответственно, уже подобрать под его декор. Также у нас есть и кафешка, можно приехать пораньше, можно отдохнуть спокойненько, попить позже. Мы уже не только у себя, как только в студии, только до съемки. Кто-то приходит в день рождения справлять, кто-то... Кому-то просто нравится потусить. Сойно фотограф, который к нам часто ходит, действительно приходит пораньше. Да, поработать, там пообрабатывать что-то. Ну, как бы нам говорят, что кофе у нас вкусное, мы стараемся. Поэтому собираем вот такие лайки в свою сторону. Очень любим, когда люди про нас говорят хорошие, поэтому мы стараемся, как бы, так сказать, все это предоставить. Поэтому, как бы, там просто клево. И формат фотостудии не только съемками ограничивается. То есть, мы сами мероприятия разные проводим. Обучающие. Фотографию обучаем сами. Влад, а сейчас правильный ответ. И что самое интересное, мы только можем подтвердить слова... За последний год мы были четырежды в фотостудии Фрэнда. И в этой цитадели фотографий, потому что, мне кажется, там залы есть для всего. Для Нового года, для свадеб, для свадеб в Новый год, для дня проработника-программиста. Самое главное, не опаздывать. Это хочется сказать нашим девочкам, которые постоянно эти фотосессии опаздывают. Вот сегодня, мы говорим, девчонки, не опаздываем, потому что у нас тоже сегодня фотосессия. Мы сегодня, потому что заедем, и у нас края буду сегодня их фотографировать. Да, Владислав Никитин, ваш фотограф. Человек в клетчатом костюме не может сказать, не сфотографировать плохо, я так думаю. Друзья, у нас в гостях были наши коллеги и друзья. Николай Тавельский, основатель интерьерной студии Фрэнда. Фотограф Евгений Черницкий, основатель интерьерной студии Фрэнда. Я всех буду взять фотограф. Владислав Никитин, фотограф лично. Программа «Утрань коктейль», основатель интерьерной студии Фрэнда. Спасибо вам огромное, вам удачных фотосессий, нам удачных кадров и вообще нам всем удачи. Движемся дальше.